Кирова 19 Но прежде чем стать голосом стадиона «Динамо», прошло много времени. Мы начнем с самого начала. Вот так самых ранних лет маленький Леня смотрел из окна своей квартиры на стадион «Динамо». Словно самой судьбой или местом рождения было предопределено, кем впоследствии станет этот мальчик. Этот фильм будет наполнен воспоминаниями человека, который заразился футболом. Минским «Динамо» с самого рождения. С абсолютно раннего, с нуля лет проходило вот здесь. И какое счастье! Жизнь-то продолжается и проходит. Очень большая часть опять-таки здесь. Леонид Бондарович родился «Динамовцем», а его голос стал символом «Минского Динамо». Да и как могло быть иначе, когда еще будучи ребенком, наш герой видел из окна квартиры все, что происходит на стадионе, и прочувствовал атмосферу матчей. Я понимал безошибочно, когда опасный момент, когда очень опасный момент, когда гол, когда атакуют наши ворота по тишине, по каким-то одиноким свистам. Я мог безошибочно определить, не видя, не глядя на картину игры, что сейчас проходит за вот этими воротами. Понимаете, я с детства привык уже чувствовать этот стадион как что-то свое родное, свое неотъемлемую часть моей уже тогда юной жизни. «Динамо», сколько в этом звуке для меня слилось, сколько в нем отозвалось. Бесценный и в некотором смысле пророческий кадр. Здесь Леониду Бондаровичу нет и года, а он уже рад быть у легендарных арок нашего стадиона. Иначе и быть не могло. С самого детства он начал болеть за «Минское Динамо». Рожденный «Динамовец». Вот я так устроен, что, ну, страстный человек, темпераментный, азартный. А что не как футбол? Тебя дает тебе шанс принадлежать к азарту, к страсти, к неимоверному какому-то ощущению победы своих. Ну и в этом смысле у меня выбора не было. Родившись рядом с «Динамо», видя на афишах «Динамо». Конечно, я мальчиком-то его не помню, но он все время здесь ходил, он все время был болезнен. Он истинный болельщик, искренний болельщик футбола. Понимаете, он во многих нюансах футбола разбирается, понимаешь? И он самое-то главное, что он как раз истинный болельщик «Динамо». В школьные годы без футбола тоже было никак. Тем более, что сама школа, в которой учился наш герой, находилась рядом со стадионом. А уроки физкультуры и вовсе проходили на стадионе «Динамо». С Леней мы учились вместе в одной школе, но в параллельных классах. Сначала это было, ну, школа номер был 33, она была возле стадиона при въезде на стадион, а потом была на улице Захарова. Сидя на уроке, видел футбольный матч прямо из класса. Ну, разумеется, это тоже предопределило вообще нахождение этой школы рядом с «Динамо» очень много. Здесь у нас был школьный двор очень маленький, и уроки физкультуры многие проходили даже здесь, на стадионе «Динамо». Играли, значит, мы вместе. Он был спортивного такого плана, молодой человек. В футбол пытался играть наша школа, два года подряд становилась чемпионом города. И Леня был непосредственным участником. Потом он занимался легкой атлетикой, он занимался настольным теннисом. Помимо этого, у него еще были склонности и таланты к искусству. Он читал стихи, пытался играть на каких-то инструментах, участвовал в самодеятельности, участвовал в КВН. Ну, в принципе, можно сказать, что был всесторонне развитый молодой человек. В юности нашего героя, помимо учебы, больше всего интересовали спорт и творчество. Ну, а чем еще была наполнена жизнь нашего Биндера в конце 50-х, начале 60-х? Всех у нас, наверное, были какие-то производные от своей фамилии. Вот, у него была, у Лени была кличка Биндер. Общались друг с другом, ну, ходили на стадион. Зимой здесь заливался на «Динамо», здесь на парковых этих аллеях каток заливался. Катались на коньках. Детство наше в основном проходило дворовое было детство. Вот, с утра и, в принципе, до позднего вечера, ну, не считая там, что в школу мы ходили. Вот, уроки там как-то быстро сделаешь на скорую руку. И во двор играть в футбол, играть в хоккей. И до позднего вечера, пока родители домой не загоняли. Всем пацанам того времени хотелось попасть на матч Минского «Динамо». Но сделать это было не так просто. Чтобы купить билет, попасть на стадион, надо было записаться в очередь. На руках писали номерки, отмечались. В день матча уже на проспекте был первый контроль, чтобы уже отсекать тех, кто без билета. На Карломарсе уже было, тоже уже был контроль. И уже только здесь, на Кирово, уже проверяли. Уже оставались только те, кто с билетом. Уже те, кто обладали этой счастью, возможности попасть на матч Минского «Динамо». Тогда было на стадионе два детских сектора. Восьмой и двадцать пятый. В двадцать пятый вот около табло. И мы с пацанами тут, конечно, находили возможность приобрести эти детские билеты по десять копеек. И здесь с наслаждением и терпением ждали футбольных матчей. Тогда я всю жизнь просидел за одной партой с замечательным моим товарищем школьным Николаем Шпартовым, который тоже спортсмен такой яркий. Он играл на чемпиаде Беларуси по хоккею. Даже в его биографии есть факт, когда он забил шайбу за ветерана в третьяку. И вот мы с Колей Шпартовым, ну рядом сидел где-то Курнев со своими ребятами, которые занимались футболами. И мы тут наслаждались, болели за Минское «Динамо». Обычно у нас сезон стартовал в Минске 2 мая. Была первая игра. И вот перед этими играми, это не то, что в день игры, а люди накануне, накануне, ночью, вечерами, утром занимали очередь, чтобы купить билет на футбол. Потому что был стадион, еще были деревянные скамейки, по кругу шли, и он вмещал около 50 где-то тысяч. И стадион практически всегда был заполнен до отказа. Дождь там был, не дождь, плохая погода. Потому что народ шел на футбол большим удовольствием. Но это домашнее. А сезон начинался раньше, и первые несколько туров «Динамо» играла на выезде. В Средней Азии, в Закавказье. И мы слушали репортажи, здесь стояли наверху колокольчики. И мы выходили, слушали репортажи из Тбилиси, из Ташкента, из Баку. И мы истинно представляли, сколько очков привезет «Динамо» к первому матчу 2 мая. Обычно почему-то 2 мая к нам приезжал «Скаростов». Стадион «Динамо» был центром жизни минчан. Не только в дни матчей. В те времена стадион был одним из главных мест отдыха в Минске. Здесь была когда-то еще и танцплощадка. Здесь была баскетбольная, волейбольная площадка. Здесь настольный теннис можно было поиграть. Здесь были корты теннисные. То есть это было действительно отдыхом, центром отдыха минчан. И здесь было находиться очень приятно. Зимой здесь был потрясающий каток. И под музыку, под песню, скажем, Магомаева, Кристалинской, здесь тысячи людей проводили зимние ветра, катаясь. В 60-е, 70-е годы, когда еще интернета совсем не было, и все через транзисторы мы слушали, переклички по маяку из разных городов. Но народу хотелось общаться ежедневно и получать информацию о своих любимцах, о своей команде каждый день. И вот собирались на стадионе «Динамо» такие, ну, группы болельщиков достаточно большие, ну, и называли там кучи, биржи, неважно. Собирались эти одержимые люди, причем с огромным количеством знаний футбольных. И часто собирались они вот здесь, на этом месте, потому что здесь была большущая таблица чемпионата. Там каждая команда имела такой рисуночек такой с футболистиком. И после каждого тура специально обученный, специально назначенный человек ставил высокую лестницу, забираясь на эту лестницу, рисовал счет каждого матча, который только что состоялся. И болельщики снизу стояли, и ему подсказывали, чтобы он не ошибся в том, что он рисует. Он красочкой рисовал в каждой клеточке счет очередного тура, очередного матча. И эта таблица, мы стояли часами, смотрели на таблицу, строили планы, строили какие-то шансы, определяли команды, и это была тоже как бы икона такая для болельщиков тех времен. И из этой группы людей, которая тогда находилась, были люди совершенно разной профессии, совершенно разных возрастов. Откровенно говоря, я там провел тоже много времени, о чем, в общем-то, я уже, наверное, по большому счету немного жалею. Поскольку я мог... Нет, я успевал все остальное тоже, и легкой атлетикой, и музыкальной школой, и дворец пионеров, и все. Но здесь проводить столько времени, конечно, надо было просто быть безумно влюбленным в футбол. После школы нужно было определяться. И несмотря на то, что абитуриента Леонида Бондаровича интересовали спорт и эстрадное искусство, он делает совершенно другой выбор. Ну, так сложилось, что я поступил, ну, 17 лет. Конечно, душа требовала каких-то других, другого требовала. Но поступила в технический вуз, в Белорусский политический институт. Ну, поскольку душа была у меня все равно в творчестве, я тут же на факультете организовал самодеятельность, возглавлял ее. Где-то в эти годы в команде, в институте организовалась команда КВН. Не просто КВН-института, города, мы вышли на всесоюзный экран клуба веселых и находчивых. И я был членом этой команды, которая в 1971 году стала чемпионом Советского Союза. И вот в этом году исполняется ровно 50 лет нашей победы в КВН. Даже было предложение Маслякова, чтобы мы записали какое-то приветствие где-то к осени. И поскольку в этом году 60 лет КВН и 50 лет нашей победы, вот планируется такая запись. Став чемпионом КВН, о технической профессии речи не шло. Душа требовала творчества. Я после КВН активно стал писать эстрадные монологи, скетчи, миниатюры, издаваться в различных сборниках. И даже стал дипломантом всесоюзного конкурса эстрадных драматургов, получив в Москве диплом за подписью замечательных советских артистов. Поэтому это переначало всю мою жизнь. И инженерство, конечно, уже было мне, мягко говоря, неинтересно. И я уже ушел в творчество. Ушел в литературу эстрадную, ушел в выступление. И как автор-исполнитель я объездил весь Советский Союз, выступая на одной сцене, в одних программах с такими артистами, как Хазанов, Лещенко, Мондрус, Абадинский и так далее, и так далее. Это все в наши молодые годы оказаться на одной сцене, в одних концертных программах с этими людьми, это тоже было тогда великим счастьем. Находясь в КВН, я стал пробовать писать не только прозу, но и стихотворные какие-то вещи, рифмуя. И некоторые стихотворения, так можно сказать, уже как-то стали получаться, и я даже стал с ними выходить на зрителя, на публику. Непременно, залостно и скромно капелька на краешке повисла. Она же и весомая и огромна, если это капля смысла. Можно все нарисовать? Солнце, море, небо, сушу, бульдозер, лампочку, кровать. Не нарисуешь только душу. И я удивился, приятно удивился, что Леонид пишет. И стихи у него прекрасные. И все так по делу, все так серьезно, все так очень разумно. Я оказался на эстраде, я писал, ну и из КВН, конечно, я стал автором-исполнителем, писал монологи эстрадные для разных артистов, эстрады для себя, выступал. По всей стране на гастроли ездил, опять-таки у микрофона, опять-таки было ощущение сопричастности, общение с народом, со зрителем. Когда твои мысли, твои слова, твои строчки ты доносишь до большого количества людей и откликаются они аплодисментами, это великое ощущение, это счастье. Говоря о Леониде Бондаровиче, нельзя не сказать и о его голосе, ведь его голос и есть атмосфера стадиона «Динамо». Конечно, годы на сцене дали свои плоды, но наш герой говорит спасибо и природе, которая дарила его таким глубоким тембром. Я считаю, голос – это дар, это уникальное состояние человека. Безусловно, природа, но развивать это можно, как и все остальное тоже, заниматься, совершенствоваться технически и так далее. Я так сложил, что я в молодости занимался вокалом, и там были основы, так сказать, постановки голоса, и в консерватории, я на подготовительном занимался, и там на основе дыхания, на основе других нюансов. Я овладевал этими вещами. Но когда на «Динамо» я уже оказался у микрофона главной спортивной арены страны, то вот эти навыки владения дыханием, голосом, вот этот опыт работы на эстраде микрофона, он, безусловно, был не просто нужен и важен, он просто был в этом смысле абсолютно уникален, что я попал в точку с точки зрения, ну, владения этой профессией, скажем так, диктора. У Эдуарда Васильевича мы спросили про профессию диктора, насколько она важна в футболе. Ну, а так как Эдуард Малафеев, как игрок и тренер, побывал на многих стадионах мира, он нашел, что ответить. Ну, дело в том, что я вам хочу сказать, это как раз искусство, и каждый, это вот принцип соревнования в этом отношении, как городов, там, Москва, Лондон, там, другие, вот как мэры соревнуются, так же и здесь, конечно. И я, конечно, видел много таких моментов, когда, я вам хочу сказать, очень было приятно слушать. Другое дело, что часто не на другом языке говорили, и не знаю, что они говорили, но я вам хочу сказать, трибуны все, знаете как, рычали. Иногда были случаи немало, что я разговаривал с незнакомыми людьми, женщинами, и они меня как-то сразу узнавали, и я говорю, откуда вы вообще так сразу безошибочно узнали, что это я. Они говорят, ну как, по голосу? Голос такой, специфический голос, но ни с чьим голосом не перепутаешь. Мне мой голос, допустим, не нравится, когда я его где-то слышу. Не знаю, как остальным, вот, но... И у Леони тоже такой, он когда объявляет, так, как бы торжественно, так, ну, трогает его голос. Для меня было очень важно, даже общаясь с женщинами, вот, поверьте, вот такая, вот такая тонкость. Я настолько внимание обращал на тембр голоса, что для меня наравне с разными другими достоинствами женщин, вот тембр голоса для меня имел почему-то очень большое значение. Заговорив о женщинах, Леонид Георгиевич непременно вспоминает супругу. Они уже женаты 46 лет, у них сын и две внучки. Супругу я даже не знаю, чем я покорил, я просто... Я просто влюбился в эту девочку, которой было 19 лет, и я понял, что вот это то, что называется моя судьба, и все, и все делал для того, чтобы оказаться ее достойным. Мне кажется, удалось. И вот в жизни Леонида Бондаровича пришел момент оформить свою любовь и страсть официально. На сей раз речь о футболе и стадионе «Динамо». Итак, 1992 год, я возглавляю отдел маркетинга и рекламы, и в этот момент, в этот момент происходили бурные изменения спортивной составляющей именно этой главной спортивной арене страны, то есть рынок. Стадион «Динамо» был заполнен до последнего сантиметрами товарами народного потребления. Тысячи мест, торговых мест были распределены между желающими предлагать товары. Тысячи людей приходили ежедневно, чтобы увидеть это изобилие, это количество импортной продукции, которая до этого советский человек, наверное, был не так избалован. Где жизнь бурлила, кипела совершенно другими красками, где игры разные предлагались посетителям вплоть до наперстков, где доллары, марочки российские рубли. Люди ходили и пытались, и не пытались, предлагали обменивать эти на рубли и на странные деньги. В общем, жизнь была настолько новой, разнообразной, непредсказуемой и уникальной для того времени. Это торговля, это реклама в новом качестве. Так что стадион переживал тогда такие уникальные годы, когда он был наполнен спортом, может быть, уже даже футболом во вторую очередь. А вот первую – это ковры, кроссовки, дубленки, велосипеды и бесконечное количество других товаров, которые блистали своей новизной и, разумеется, ценами. Поскольку с 1992 года я работал на стадионе «Динамо» в качестве начальника отдела маркетинга и рекламы, приходилось встречаться с многими командами мирового уровня, мировой величины. И знаете, какое было удовольствие, наслаждение, ощущение радости какой-то неимоверной, когда ты находился рядом с Бэхэмом, с Раулем, с Кассилисом, с Дельпьерой, Капелло, Руни, Недвед, Клюверт, ну и так далее. Но главная команда Леонида Бондаровича, конечно же, Минское «Динамо». Когда с раннего возраста я уже знал состав этой команды, знал игроков, знал, кто начнет новый сезон, какие были замены, кого привезли из других городов. Конечно, безусловно, команда 1963 года, которая тогда уже, я был в таком возрасте, когда я все понимал, все активно болел, всех знал. Команда Бронзова, команда Малафея, Мустыгин, Савостикова, Рзамасова, Рюмину, Сатору, Денисенко, Пагальников, Адамов. Вот эту команду, конечно, я был в нее безумно влюблен, как и тысячи и тысячи белорусских болельщиков. Когда я был в девятом классе с отцом в Ливаде, в Крыму, ему дали путевку, я с ним вместе отдыхал, и я ночами смотрел в черно-белом телевизоре тогда чемпионат мира 1966 года из Лондона. И когда Эдуард Васильевич Малафеев был наш, Минский Динамовец, когда забивал голы Португалии и Северной Кореи, я гордился тем, что Малафеев это Минский Динамовец. Когда с годами уже мы с ним стали знакомы и дружны, и проводим вместе разные тоже мероприятия, конечно, вот так переворачивается картина жизни. Конечно, я знаком с очень многими, с очень многими замечательными нашими белорусскими футболистами. Золотой Минской Динамы, безусловно, я и боготворю, поскольку они доставили тогда колоссальную радость белорусскому футбольному народу. Вот когда есть такое, у Лени, наверное, все-таки эти качества определенные есть. Раз он искренне в команде, раз у него вера в команду есть, а у кого вера большая в команду есть, она превращается в любовь. Он любит, искренне и истинно любит наш коллектив. Человек, занимаясь своим делом, безусловно, счастлив. И я себя причисляю к людям, которые, занимаясь уже десятки лет любимым делом, конечно, принадлежат к счастливым людям. И, кстати, Юра Подушев дал мне такую кличку «Голос народа», как бы, что-то такое. А вот Курменин, к сожалению, покойный Юра Курменин, да, он и такое прозвище «Левитан» белорусского футбола. Ну, я не знаю, насколько это соответствует, это слишком лестно называться «Левитаном». Но, во всяком случае, вот эти футболисты, они находили какие-то слова, чтобы разнообразить вот моё присутствие в футболе. Вот когда мы с ним, с Леонидом, открываем турниры, он любит как раз меня приглашать, мы всегда в этом отношении идём. Я всегда готовлюсь к каждой встрече с болельщиками, с родителями вот этих игроков, потому что детский турнир открываем, понимаешь, в чём дело? Да и Юрий Курменин или кому уже бывшим футболистом мы открываем. Мы идём, я готовлюсь очень в этом отношении. Я где-то всегда и в прозе, и в стихотворной форме. Надо заиграть во что бы то ни стало. Надо сделать таким образом, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведённое время на футбольном поле, чтобы не шёг позор за то, что я плохо сыграл. В истории Минского «Динамо» были и печальные моменты. И Леонид Георгиевич всегда был рядом. Уходили наши замечательные, любимые футболисты, ветераны, и не совсем ветераны из жизни. И я проводил мероприятия, мероприятия прощания с ними. Например, с Юрой Курмениным прощались прямо в штрафной площадке на стадионе «Динамо». Когда Вячеслава Егорыча Хрусталёва с ним прощание было, то я принимал участие в этих мероприятиях. И ну что делать? Кстати, Юру Курменина хоронили в день моего рождения. Был вот именно в этом состоянии, когда для меня было важнее, наверное, попрощаться с замечательным футболистом, который ко мне относился удивительно тепло. Вот так, что бывали такие моменты. Кстати говоря, о моём дне рождения, не знаю, насколько это уместно, вы знаете, я иногда случалось, что проводил в самых разных точках Советского Союза. И на горах, и в низине, и на море. Ну вот ещё один такой момент, который случился в этой связи. Вот мой отец умер в день моего рождения. То есть видите, как эта жизнь, какая она непредсказуемая, какая она разная, какая она безжалостная порой. Но в жизни мы не выбираем и не прогнозируем события, которые в ней происходят. Мы с ними живём и остаёмся с этими событиями в своей памяти. Он всегда добрый, хороший, отзывчивый человек. Всегда никогда, всегда подбодрит, всегда каким-то образом действительно, то есть, ну, с душой относился. Но как же всё-таки Леонид Бондарович стал голосом Минского «Динамо». И здесь кажется, что вновь сама судьба привела его к микрофону стадиона. Итак, 1996 год, 17 мая, финальный матч Кубка Белоруссии, «Динамо-Минск», МПКЦ «Мозырь». «Мозырь» лидирует в чемпионате, весь в желании стать чемпионом. И в этот момент узнаёт руководство стадиона, узнаёт, что диктор, который тогда работал на «Динамо», Екатерина Егорова, такой замечательный белорусский диктор, радиоэтиленник, по-моему. Она приболела и не смогла прийти, не смогла оказаться на матче. И руководство смятений, что делать, надо искать диктора на этот финальный матч. Но я предложил свои услуги, поскольку работа с микрофоном, я как бы имел опыт. И, в общем-то, для меня это не казалось совершенно немыслимым. Но руководство рискнуло. И я оказался в этот день у микрофона. И так вот уже 25 лет бессменно я на стадионе «Динамо» извещаю народ о том, что происходит на футбольном поле. Ну, это была мать финала Кубка, к сожалению, для «Минского Динамо» был проигран. 1-4, тогда я руку, по-моему, забил 2 гола Коновалов. И Олег Чернявский, минчанин, тогда забил 1 мяч. Хотя команда тогда по составу «Минского Динамо» была достаточно сильной. Леонид Бондарович – болельщик со стажем и большой знаток истории «Минского Динамо». Он многое знает, готов это рассказать и кое-что даже показать. Мы отправились в квартиру нашего героя, которая напоминает футбольный музей. Я, разумеется, тоже собирал и справочники футбольные, и программки футбольные, и какие-то буклетики на тему футбола. Разумеется, связаны с «Минским Динамо», безусловно. И особенно сейчас оказались памятными те программки и те матчи в памяти, которые проходили по каким-то событиям. Допустим, день матч проводов Сергея Оленикова, матч провода Геннадия Тумиловича и Александра Хацкевича. Матч, посвященный 60-летию Дарда Малафеева, 2002 год, где я писал пролог специальный по поводу этого события. Матчи памяти Прокопенко в Бобруйске и открытие стадиона имени Саши в Бобруйске. То есть эти программки, вот они, в общем-то, вне хранятся. Он в цели с детства шел прямо, когда отец привел его к Динамо. Он был на вершине, на крепне волны, дважды как лучший игрок страны. И был необходим бесспорно и молодежной, и национальной сборной. Сколько увидел голов человек, который с самого детства был страстно увлечен футболом, не счесть. Но есть головы особенные. В 1961 году, мне 10 лет, я на трибуне стадиона Динамо, я вижу, как в левое ворота. Два гола легендарному Льву Яшину, которая тогда играла за московское Динамо, она приезжала в Минск. Забивает наш футболист, известный тогда Геннадий Хасин. Один гол, дальний такой гол, как говорят, за шиворот забросила. Один, ну почти с нулевого угла. Голы какие запомнились еще? Ну, разумеется, гол Прокопенко, Киевского Динамо. Вот та же программка с этого матча, Динамо, из Динамо-Киев. Вот этот гол, даже я написал такое четверостише. Болельщик помнит в Истоме сладкой, незабываемых голов в калейдоскопе. И тот неистовый спиной к воротам пяткой, который Киеву забил Прокоп. В том же золотом сезоне как-то не уделяется большого внимания этим голам, которые забил три гола защитник Курненев. Вдумайте, защитник забивает три гола. Это было явление в советском футболе. И в ней тоже есть строчки, что, как многим с вами, не повезло Кайрату. Был изумлен футбольный материк, что просто за одну зарплату защитник забивал хет-трик. Это уже был октябрь месяц, конец сезона. Мы идем в лидерах, мы замахнулись на золото. И мы принимаем Кайрат в Минске. Каждое очко буквально золотое. 1-0 ведем, 1-1. 2-1 ведем, 2-2. И за минуту до конца матча Юрий Курненев забивает третий свой гол в этом матче. Это была фантастика в двух измерениях, что Курненев забивает защитник третий гол. И тогда чемпионский год. Чемпионская финишная. Нужны были очки неимоверные. И вот за минуту до окончания, 89-й минуты, Курненев забивает третий хет-трик. Конечно, голы Малафеева 100 мячей. Он забил в чемпионатах Союза, вошел в клуб Григория Федотова. Гол Олейникова, Сергея Олейникова, с пенальти, со спортинингом. Гол Герасимца, Сергея, сборная Голландии, который помнят уже многие современные болельщики, поскольку это было относительно недавно. Гол Путева со штрафного Макаби 2010-й год. Удар непосредственно, поворотно. И дальше 3-1. 3-1 ведет Динамо. Кто сказал, что две команды будут представлять Беларусь в плей-офф лиге Европы? Покажите мне того человека. Ну и, кстати, гол еще со штрафного. Первый гол в истории Минского Динамо, которое впервые в истории белорусского футбола участвовало в Еврокубках, тогда в Лиге чемпионов. Гроссхопперсу из Швейцарии. Юрий Курнинин красивейшим ударом положил в 9 этот мяч. И наша тогда команда Динамовская выиграла впервые в эти соревнования, впервые одержала победу, впервые забила гол. И это был гол Юрия Курнинина. Леонид Бондарович – рожденный динамовец. Всю свою жизнь он рядом с командой и является знатоком истории нашего клуба. И сам стал частью этой истории, которая продолжается. С раннего возраста я нахожусь в этой атмосфере. Атмосфере влюбленности в азар, в спорт, в надежду на победу, в ощущение того, что люди, которые в динамовской форме могут тебе принести удивительное ощущение радости, счастья, победы. И я всегда это ценил. И не случайно я в динамовской форме, динамовским значком, динамовской буквой «Д» она не только была как эмблемом, как символом. Она у меня поистине в моем сердце, поскольку я с ранних лет был юным динамовцем. Мне даже без значок юного динамовца. К моему счастью я, к счастью многих болельщиков, вот я получил ощущение безумной радости нашего золотого чемпионства, получил радость бронзового успеха в 1963 году. Пусть это на фоне других клубов не так много, но мы гордимся, я горжусь тем, что мы имеем в истории Минского «Динамо». Пророки футбольного отечества, без них не мыслим земной шар, они заворожили человечество. Видение, обводка, передача и удар. Вот эти четыре действия обуславливают весь смысл этой гениальной игры. Миллиарды людей за этим наблюдают, и каждый для себя решает, насколько это было гениально, великолепно исполнено, или не совсем. Поэтому футбол в моей жизни был, остается любимым, любимой страстью. А я же говорил уже, что как нам необходима страсть. Она поможет. Проверено, не спорьте, найти изюминку и в яблочко попасть, и насладиться вишенкой на торте. Я надеюсь на то, что в нашей жизни еще будут успехи наших футболистов, нашей сборной, наших команд. Поскольку без надежды мы жить безусловно не можем, заряжу узелок потуже для памяти, чтоб не забыть, что если бывает хуже, то и лучше вполне может быть. Давайте надеяться на лучшее, которое обязательно будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова